В Шымкенте не хватает полицейских. Полк патрульной полиции нуждается в кадрах. Об этом было объявлено на встрече депутата Сената Нурлана Бекназарова с коллективом ведомства. Избранник народа, приехавший в город, в командировку ознакомился с вопросом общественной безопасности. Главный полицейский мегаполис не скрывает нехватку специалистов в службе полиции. По словам Думана Ашкенулы, в этом году Акиму города было представлено предложение о пополнении полка патрульной полиции дополнительным штатом на 350 человек. Его поддержали местные власти. Несмотря на нехватку полицейских, общественно-политическая ситуация в городе стабильная. Общее количество преступлений сократилось на 27,1%. Регистрация преступлений снизилась на 25,9%. По сравнению с прошлым годом мы строго следим за профилактическими работами. Это в общей сложности показатель 6 месяцев. Количество тяжких преступлений в Казахстане выросло, а в Шимкенте этот показатель наоборот снижается. Глава местного управления полиции рассказал, что это результат внедрения модели полицейской службы на сложных территориях. Пилотный проект реализуется в дачном доме Кайнарбулак Абайского района, Коксай-2 Имбекшинского района, Нурсат-3 Каратауского района, Казгурского микрорайона Туранского района. В результате принятых мер количество преступлений, зарегистрированных на территории пилотного проекта, снизилось на 50%. На встрече также обсуждался вопрос приобретения автомобиля для службы в полиции. По итогам прошлого года поступило 46 автомобилей, а в этом году планируется получить 54 автомобиля. Таким образом, точки поддержки на 100% покрыты транспортными средствами. Нурламбик Назаров, депутат Сената, председатель комитета по конституционному законодательству, органам судебной власти и правовой защиты, дал высокую оценку работе в целом и рассказал о проделанной работе в парламенте. Мы ужесточили ряд законов. Некоторые внесли отдельные нормы, особенно связанные с бытовым насилием, торговлей людьми и горным бизнесом, вандализмом и наркотиками. Законы приняты на прошлой сессии. Согласно задачам, озвученным в послании главы государства Касмжо Мартукаева народу страны под названием Жанна Казахстан, в городе Шымкен предпринимаются и реализуются масштабные проектные работы.